Вот она. Это не туалетная бумага, а чек за все. Дорогие друзья, всем привет. С вами Добрые сердца Казахстана. Меня зовут Петр. Всем привет. Меня зовут Михаил. Уже постоянная участница наших выездов, уже соведущая, можно сказать. За кадром все так же Алексей. Сегодня к нам обратилась жительница нашего города. Зовут ее Лейла. Она мама-одиночка. У нее двое детей. Сейчас они, к сожалению, болеют. Один ребенок просто простуд, простудные заболевания. У второго ветрянка. Она, так как не может их покинуть, сидит с ними. Закончили финансовые у нее продукты, мыло-моющие средства. Обратилась к нам за помощью. Ну, мы поедем им помогать, купим продукты, самые необходимые. И мыло-моющие средства. Да. Все, пойдемте закупаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, вот мы приехали к Лейле, привезли продукты питания, мыломойку. К сожалению, мы звоним, мы хотели зайти к ней домой. Она снимает комнату у бабушки какой-то. Бабушка против, чтобы какие-то гости вообще были, хотя объясняем, что это фонд, приехали с помощью. Ну, странная бабушка, ну, люди вообще странные некоторые, мы уже убедились в этом. Сейчас мы вызвоним Лейлу, она спустится, заберет продукты, мы все-таки ей и детям ее привезли. Она просила нас об этом, о продукте питания, о помощи. Ну, расскажет-ка бабушку сразу. И расскажет, почему, как, расскажет эту историю, расскажет о себе. Ну, придется видео сделать у них в доме, а здесь на улице. Все, сейчас будем звонить Лейле. Печда мое. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Петр зовут, это Алина. Алексей, вы знаете, это вас Лейла, да? Детей, как детишки, как зовут вас? Да. Здорово. Что у вас там за бабушка, что за история не пускает? Да, она болеет, потому что она не пускает. Она болеет. Ну, мы бы потихоньку прошли, просто странные люди вроде это. Вы объяснили, что с помощью приехали? Она никак не в какую-то. Ну, бывает такое, ничего страшного. Главное, это просьба о помощи услышанных, с помощью Алины, подписчиков. Все сделано. Да, продукты купили первым в необходимости. Также поломойку. Спасибо. Можете более подробно рассказать о себе, пожалуйста, нашим подписчикам? Очень интересно про вас узнать. Меня зовут Лейла. Мама одиночка, да, получается? Вы работаете, да? Да, я работаю. Я работаю в группе, в автокопис. Там дикаром работаю. Да, шелбот все работал. Оттуда, уволилась. Сейчас мы нормально работаем. Сейчас дети болеют, поэтому... Да, дети у меня есть. Вот маленький ветерянки болеют. А маленький? Ой, старший. Ой, он весь в этом трапинку. Да, вот. Не, нельзя. Да, я тоже не болел, я не перенесываю трянку. Старший, на самом деле, болеет. Даже не передо там лежим. Вот. Как так получилось, что вы остались сегодня без мужа? Я вижу. И вот и без мужа он остался. Получается, просим, да? Да, это, да. Алиментами не помогает вообще никому. А как-то пособие, ничего больше не получается, только у нас свою зарплату? Да. Как-то не готов. Когда ребенков маленький, три года исполнился. Алименты подавали вообще? Да. Подавали? Да. И что, суд? Ну, пока ничего не написано. То есть три года ничего не известно? Да. Тяжелая ситуация, конечно. Комнату снимаете, да? Да, одну комнату снимаем. Уже долгое время получается? Долгое время снимаете, кому-то? Ну, где-то вот два месяца надо здесь. А до этого где жили? Мы с ним в районе рынка. Там тоже квартиру снимали за 45. А там уже дорого еще. А тут по какой цене снимаете? Тут по какой цене снимаете? 45. Так же, да? Да. Я здесь 20, нормально еще, я тут бабушка смотрю. Бабушка-то помогает? Ну, я селый день на работе, ребятишка в садике, а они болели уже, я уже где-то 2 недели ела по дому. Вы же к нам, по-моему, обращались по поводу садика, да, наверное? Да, да, да. Мы уже устроились там, в садике. Устроились? Да, да, да. Вот так, не болейте, конечно, это болеть нельзя. Стащи тоже начали ветрянку. Ай, ветрянка тоже начали? Да. Стащи уже тоже, но где-то уже месяц-то мы будем, наверное, езжать. Ну, лучше сейчас переболеть ветрянкой. Я говорю, я вот сам в детстве не болел, и сейчас. Говорят, в старшем возрасте. Хуже все. Тяжелее переборят. Я сама тоже не болела. Я сама тоже боюсь. А вы еще не это? Нет. Не прохватили? Нет, нет. Спасибо, скажи. Спасибо, Бек. На здоровье. Спасибо. На здоровье. Там вкусняшки тебе есть тоже. Да, там и сладости. Спасибо вам, Адрин. Ну, а еще в чем-то нуждаетесь? Требуется еще что-нибудь? Нет, пока нет. Помощь. Только продукты питания, да. Лекарства все есть. Да, я сама купила. Ну, то есть, в принципе, на то, что работаете, вам хватает? Да, я не знаю. Сейчас просто ситуация, что пока с детьми, что продукты закончатся. Да, я там на ребенке с малышей. Все ясно. Ну, чем смогли? Да, временно помогли. Все. Тогда заканчиваем наш «Я помогу вам занести». Заканчиваем ролик. Дорогие друзья, все, как обычно, ставим лайки, подписываемся, кто не подписался. Распространяем видео. Это очень важно для развития канала. С добрым сердцем, красотой и крепкой. Всем пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok